МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, этап сбора подписов на Гомишне прошел спокойно. Непосредственно у комиссии поступили усягой две заявы, але неких значных порушений подчас проверки выявлено не было. Что течется непосредственно подписных листов, то у территориальной комиссии их подали инициативные группы 5 кандидатов. Наибольшее количество подписей сдала инициативная группа, действующая президент Республики Беларусь, Александр Григорьевич Лукашенко. Это более 285 тысяч подписей. Николая Дмитриевича Олаховича, значит, инициативная группа, сдала более 10 тысяч подписей. Эти две группы работали и собирали подписи во всех, значит, на всей территории Гомельской области, во всех районах. Соответственно, более, около 16 тысяч сдала инициативная группа Сергея Васильевича Гайдукевича. Более 4 тысяч подписей Короткевича Татьяна Николаевна, инициативная группа. И более 3600 подписей инициативная группа Терешенко Виктора Ивановича. Зараз территориальная комиссия проводит проверку собранных подписов на соправдность. Плануется, что Центр выборкам зарегиструя кандидату к 10 вересня. Знайомиться с документами по выборам Керевника Державы сегодня можно в так званых кутках выборщиков. И они створены на шмат яких предприемствах и во установах социальной сферы. Что тыжится подрихтовки до голосования выборщих участков, то займаться этим будут члены участковых комиссий. Их формирование повинно быть завершено не позднее 26-го жнивня. По информации областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь, во участковой комиссии на Гомишне вылучено 13 811 представников, 36% из их отоперационных коллективов, 46% от политических партий и громадских организаций. Это Республиканская партия труда и справедливости, наибольшее число претендентов, Коммунистическая партия Беларуси, Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых справедливый мир. Значит, из числа общественных объединений более 15% выдвинули профсоюзы. Алисин Чаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Незапланованная встреча с журналистами по питаниях профилактики гибели детей. У Гомельске мабл-выконками в формате брифингу сёння обмерковали шляхи выращения проблемы дитяшого травматизма и безотказных поводзинов дорослых. С початку года от внешних факторов у Гомельской области загинули 22 дитяти. На минулых выходных у регионе зарегистрованы два нешасные выпадки. У Гомеля годовалых лопчик по тону у ванне, а у Рогачевским районе 8-годовый очищальным коллекторы. Гэта и трагеды, як и многие іншые, упыненные специалисты, можно было продухелить. Александр Гамоле о прикладах и наступствах батьковской бестурботности. Невеликая поколькость у дельника Усустрэша, свечисть об оперативности ЕАЕ проведения, обмерковать проблему, связанную с гибелью детей, выросли по гораших следах. Головная мета – знайсти новая форма уздеяния. У основанного батькова, у минавито за их бесклопотных поводзинов, у нашем регионе гинут дети. Мы не сумели дойти до каждого взрослого, хотя вот из тех последних случаев, которые произошли буквально на этих выходные, у меня есть информация о том, что наши некоторые руководители субъекта профилактики беседовали с тем или иным родителем, застряли вот эту тему о том, что нельзя ребенка оставлять одного, но, к сожалению, произошла трагическая такая вот ситуация. Кожный год агульная колькасть детей, які гинуть от внешних причин, сопоставные целому классу школьников, які уже николи не сядуть за парты. И в 50% всех выпадков отказанность за несчастное здоровье ляжить на батьках. Як приклад, недавняя гибель восьмигодового хлопчика увезцы Красница Рогачевского района. Ён пропал каля 10-11 ранецы, а дорослые забили тревогу только у вечеры. Увы, нику дитя знайшли у канализационного отстойника, який не был перакрытый. Махчима, коли б дорослые одумались о худшей, история не скончилась об трагедии. Второй ребенок также погиб по безалаберному отношению матери к нему, ребенку 11 месяцев. Мама купала ребенка, оставила ребенка в ванной, вышла и по возвращении обнаружила его утонувшим. Также хочется обратить внимание родителей на то, что в Гомеле уже третий случай за это лето падения детей из окон. По статистице, грани на территории Гомельской области от внешних причин каждый год гинуло до 60 детей. В 2013 и 2014 средняя колькость аквейер сменшилась до 30, а ле сё лето только за 7 с половой месяцев загинули 22 неполнолетние. Шмат детей, страшивая житё, выник у купания на необсталяванных и неоховываемых пляжах. Дети выпадают из окна, опирающиеся на москитные сетки. За спрежек с батьками принимают рашение с истинств життя. У нас преобладает смертность среди детей возраста 1-4 года и подростков 15-17 лет. То есть по 5 детей вот данной возрастной категории. Члены комиссии по справах неполнолетних что год распроцовывают новые методы профилактики неосчастных выпадков. А ле безразумения проблемы батьками на ситуацию кардинально не поуплывать. Хвилина безотказных поводинов может привести до страты самого дорогого у жити. Александр Гамоля, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля обвестили незвышенный сезон полевания – надзадов морозов и снегурок. А замес зброи горожанам пропоновали корыстаться объективами фотоаппаратов. Такая акция на минулых выходных разгорнулася на улицах областного центра. И она была закликана протягнуть увагу горожан до оказания допомоги детяшему хоспису. Наши корреспонденты так само отправились на пошук головных новогодних персонажей. «Гомель» – 25-градусная спякота, харача асфальт, а у гэтым экстерьеры – Дедмороз и снегурка. Любы жадают, что мог подвезти до Деда Мороза и покласти у мешок подарунок. Собранные сродки и речи призначены хворым детям. Мы помогаем больным деткам, которым мы можем только подарить радость, привлечь внимание всех горожан, рассказать про их проблему и помочь собрать волонтеров, собрать подарки и сделать какое-то чудо. Потому что это дети, которые нам показывают, что жизнь – это то, что именно здесь и сейчас. Мешки у сего за пару годин наполнились школьными приналежностями, цацками и солодкими подарунками. Мы были удивлены, что августа Деда Мороза, и нам стало интересно, что это такое, что это за акция. И когда нам сказали, что это для детей, которые не имеют каких-то возможностей, ничего-то не могут увидеть, то, что видим мы, и они помогают, это, конечно, очень хорошее дело. Мы сами хотим там поучаствовать. Дарышит тыга мельчан, кто поспел сфотографовать новогодних персонажей и разместить фото в интернете, чекает подарунок. Самый удашливый фото поля у Ниши отримает его 29-го жнивня. В этот день пройдет заключное мероприемство – доброчинного марафону. На летней эстраде Центрального парка отбудется концерт, у яким выступят творчие коллективы Гомеля. Головными гостями мероприемства станут дети из регионального отделения Белорусского детячего хосписа. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гомель». До других тем. Гомельский облспожил Союз одним из первых в Украине приступил до массовой заготовки брусниц. В залежности от региона и от урожайности закупать ягоду у насильництва будут по цене от 10 до 17 тысяч рублей за килограмм. А починающие с 6-го века снял организации приступят до заготовки журавин. Их цена за килограмм будет высшая – от 15 до 35 тысяч. Кольки плануются закупить все лето ягод, докладно невядомо. По прогнозах, их объемы будут меньшими, чем у минулого года. Звязано это с засушливым летом и практически полной отсутностью опадков. А кроме того, протягивается заготовка яблок для промысловой перепроцовки. На даденый момент насильницам региона реализовано больше за 5 тысяч тонн. До речи, это самый высокий показчик в Украине. Теплое и основным солнечное надворье заховается в регионе до конца лета. Короткочасовый дожимах, чем мы у особных районах, только завтра. Поветро прогрейться до 16 градусов в ночи и до 26 в день. У четвер и пятницу знов будет солнечно. А дзенная температура поветра подымется до 27-30 градусов тепла. Подобный характер надворье заховается и на выходных. У субботу шакается до 32, в неделю – до 28. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok